Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня в передаче поговорим о здоровье. Мы коснемся такой проблемы, как алкоголизм. Еще раз. И у нас в гостях заведующий наркологическим диспансерным отделением Ольга Федоровна Запольнова. Ольга Федоровна, алкоголизм в наше время остается настоящей опасностью. Это заболевание разрушает человеческую жизнь. Последствия алкоголя ужасны. Расскажите нам, пожалуйста, что такое алкоголизм? Алкоголизм – это хроническое рецидивирующее заболевание, связанное со злоупотреблением алкогольными напитками. Злоупотребление бывает и слабоалкогольными напитками, и крепкими, и суррогатами алкоголя. Алкоголизм, как любое другое заболевание, имеет свои стадии. Начальная, средняя развернутая и конечная стадия. Каждая из этих стадий характеризуется своими признаками и плавно и незаметно для больного переходят одна в другую. Ольга Фёдоровна, человек выпил, то есть он в алкогольном опьянении. А какие изменения происходят в организме у людей в это время? Алкоголь и этиловый спирт – это химически активное вещество, которое воздействует на множество органов, систем в организме. Прежде всего, всасывание алкоголя происходит в кишечнике, и он очень быстро поступает в головной мозг. И первые проявления опьянения связаны именно с воздействием алкоголя на центральную нервную систему. Вначале это ускорение психической деятельности. Речь становится быстрой, движения более порывистыми. Память как будто бы более цепкой становится, но на самом деле память всё-таки снижается. Движения могут быть ещё координированными, но уже быстрыми и порывистыми. В дальнейшем при увеличении принятой дозы алкоголя появляются неврологические нарушения. Выражено нарушение координации движения, нарушение походки, значительно изменяется речь. Человек в состоянии средней степени опьянения может совершить импульсивные поступки. Часто бывает агрессивным или, наоборот, неадекватно весёлым. Многие люди, особенно непривыкшие к воздействию больших доз алкоголя, испытывают сонливость, то есть развивается заторможенность психической сферы. Ольга Фёдоровна, есть такое понятие, как патологическое опьянение. Что же это такое? Патологическое опьянение развивается не у всех, только у тех лиц, которые имеют какие-то заболевания, изменения органической природы, центральной нервной системы. И это состояние имеет разную длительность и возникает, как правило, единожды в жизни. Длительность от нескольких минут до нескольких часов. Характеризуется тем, что после принятия даже небольших доз алкоголя развивается психотическое состояние. Человек не помнит, что он делал в течение нескольких минут, нескольких часов. Но в то же время он может быть и спокойным, а может быть и агрессивным. Совершить какие-то тяжелые для себя, для окружающих, разрушающие действия. Как правило, патологическое опьянение развивается у лиц, находящихся в утомлении. У больных людей, соматические, при каком-то инфекционном неблагополучии. Ольга Федоровна, в наше время очень много употребляют пиво. Расскажите, пожалуйста, о таком понятии, как пивной алкоголизм. В последнее время действительно большое количество граждан злоупотребляют пивом, не считая его алкогольным напитком. Но, тем не менее, он содержит этанола не менее 4,5-5%. И поскольку дозы принимаемого пива значительны, со временем формируется пивной алкоголизм. Точно так же, как и алкоголизм, вызванный приемом крепких спиртных напитков. Есть отличие пивного алкоголизма от алкоголизма, вызванного крепкими спиртными напитками. Прежде всего, это преобладание соматических последствий злоупотребления алкоголем. При употреблении пива идет большая нагрузка, прежде всего, на печень. Поскольку, грубо говоря, богатый химический состав напитка, который называется пивом, разрушающий действует на наши внутренние органы и печени, приходится защищать наш организм. И пивной алкоголизм быстрее приводит к циррозу печени, нежели к какой-либо другой. Помимо этого, пиво является гормонально активным напитком и приводит к гормональным изменениям не только женского организма, но и мужского. Мужчины, которые злоупотребляют пивом, они выделяются среди окружающих, прежде всего, размерами живота, размерами жировых отложений по женскому типу. Растут молочные железы, растут бедра, меняется голос. В наше время очень многие подростки, можно сказать, что дети, употребляют алкогольные напитки. То есть и пиво, и какие-то слабоалкогольные баночки. Ольга Федоровна, расскажите нам, пожалуйста, о подростковом алкоголизме. Подростки начинают свою алкоголизацию со слабоалкогольных напитков. Это не только пиво, но и слабоалкогольные коктейли, которые сейчас имеются в достаточном ассортименте в торговой сети. Причина употребления подростками этанола, алкогольных напитков, это, прежде всего, подражание старшим, подражание взрослым и любопытством. Каждый ребенок, каждый подросток стремится узнать что-то новое. А поскольку слабоалкогольные напитки, они доступны, в том числе и в ночное время сейчас, то, естественно, их желание попробовать, испытать на себе эффект чего-то нового, неизвестного. Напитков много, одни с одним вкусом, другие с другим, чем-то они отличаются. Имеет значение и бравада среди подростков, когда один ребенок хвалится, что я могу выпить столько, а другой тоже стремится подражать ему. И потихонечку происходит втягивание подростков в алкоголизацию. Ну, а поскольку часто имеется пример алкоголизации дома, и алкоголизация не считается чем-то неправильным, чем-то плохим, а совершенно нормальным, обыденным в семье этого ребенка, то он не испытывает никакого дискомфорта, покупая, пробуя спиртные напитки. И зачастую бывают такие случаи, когда подростки алкоголизируются вместе с родителями. Или на одной детской площадке алкоголизируются и взрослые, и дети, пусть даже из других семей. Но взрослые терпят, видят алкоголизацию подростков и ничего совсем не делают. Подростки чувствуют свою безнаказанность, считают, что это нормально. И потихонечку развивается заболевание. Ольга Федоровна, еще одна более острая социальная проблема и тяжелые заболевания – это женский алкоголизм. Расскажите нам, пожалуйста, о нем. У нас в районе около 17% больных алкоголизмом – это женщины. На самом деле это огромное число. Это печально прежде всего потому, что женский алкоголизм всегда откладывает отпечаток на семье, на обществе. Это что-то ненормальное. Это всегда приводит к тяжелым социальным последствиям. И сложность лечения женского алкоголизма заключается в том, что основой злоупотребления алкоголя у женщин является их эмоциональность. А поскольку часто бытовые проблемы, семейные неурядицы, психотравмирующие ситуации, которые врач не может решить, то возникают и сложности с лечением алкогольной болезни. Алкоголизм – заболевание. Значит, это заболевание должен лечить врач. Скажите, пожалуйста, от чего зависит успешность лечения при алкоголизме и можно ли его вылечить? Можно вылечить только того человека, который хочет лечиться. Если больной алкоголизм, несмотря на все усилия врачей, родственников, знакомых, продолжает алкоголизироваться, вылечить его невозможно. Но тот человек, который хочет быть здоровым, он будет к этому стремиться. Ему можно помочь. Дорогие друзья, алкоголизм – это беда. Пусть эта беда не придет в ваши семьи. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин